привет в этом видео мы продолжим погружаться в чудеснейший мир физической химии и рассмотрим основы знания которых необходимы для проведения перегонки ну знаете ли там как правильно спирт перегонять ну или чего похлеще у органиков в одном из прошлых видео мы рассмотрели закон рауля который применим для идеальных газов согласно нему для идеальных растворов состав пара совпадает составом раствора над которым он образован допустим если раствор состоит на 50 процентов из бензола и 50 процентов толуола то состав пара будет такой же 50 процентов бензола и 50 процентов толуола ну и воздух конечно же подробнее об этом можно посмотреть вот здесь по всплывашки однако мы с вами живем не в идеальном мире и закон рауля работает далеко не всегда зачастую состав пара над раствором не соответствует составу самого раствора как быть в такой ситуации мы сейчас и будем разбираться когда приходится работать с не идеальными растворами которые не подчиняются закону рауля состав пара над раствором определяют опытным путем то есть экспериментально чем мы сегодня и займемся у вас наверняка возник вопрос зачем нам знать состав пара над раствором где вообще-то применяется это знание имеет очень важное практическое применение допустим у вас есть раствор спирта в воде и из него надо отогнать спирт ну типичная задачка для самогонщика зная состав пара вы можете определить состав конечного продукта то есть заранее вы можете спланировать как правильно вести перегонку так что если мыслить глобальнее в рамках химической промышленности то знание как отличаются составы раствора и пара над ним применяется для разделения различных смесей методом перегонки так что если вы вдруг решите заняться перегонкой ну допустим нефти то это видео то что вам нужно перегонка бывает простая а бывает фракционная это подробно рассматривается в курсе приборов и аппаратов химической технологии где учат рассчитывать ректификационные колонны со всякими там тарелками насадками и дефлегматорами и так преобразование раствора возможно изменение среднего размера частиц компонентов раствора вот допустим вы думаете что вода состоит из отдельных молекул воды h2o а на самом деле не так они объединяются в группы и в общем виде можно записать вот так многие жидкости представляют собой совокупность не отдельных молекул а более крупных частиц так называемых ассоциатов которые состоят из разного числа молекул вот например частицы уксусной кислоты представляют из себя димеры а частицы плавиковой кислоты состоят из шести молекул образованию таких ассоциатов способствуют водородные связи преобразование раствора такие связи могут образовываться а могут разрушаться это приводит к изменению размеров частиц из которых состоит раствор если при образовании раствора происходит уменьшение размеров частиц за счет разрушения ассоциатов, то процесс сопровождается положительным отклонением от закона Рауля. Если образование раствора сопровождается увеличением размера частиц, то это приводит к отрицательному отклонению от идеальности. На практике, когда приходится работать с неидеальными растворами, которые не подчиняются закону Рауля, состав пара над ними определяется по двум типам диаграмм. Первый тип это диаграммы зависимости давления пара от состава раствора. Пример такой диаграммы мы получали в видео про бензолтолуол. Такие диаграммы строятся при постоянной температуре. Второй тип диаграмм это зависимость температуры кипения от состава жидкости. Их еще называют диаграммами кипения. Такие диаграммы строятся для постоянного давления. Сегодня же мы рассмотрим второй тип диаграмм. Как их строить, где их брать, как ими пользоваться и, конечно же, как применять для перегонки. Поэтому давайте уже начнем экспериментировать. Для проведения экспериментов нам потребуется все то добро, что установлено на столе. Для чего оно все нужно, будем разбираться по ходу проведения экспериментов. Сначала приготовим несколько растворов при помощи бюретки, которая стоит справа. Растворы будем готовить из ацетона и трихлорметана. Его также называют хлороформом. Нальем из каждой бутылки в стаканчики. Как видите, внешне они ничем особо не отличаются. Обычные прозрачные жидкости. Правда, сильно вонючие. Когда-то хлороформ широко использовался в медицине для наркоза. Поэтому вдыхать пары хлороформа не стоит. Можно и уснуть. С помощью стаканчиков заполним бюретки ацетоном и хлороформом. Стаканчики мы используем, так как из крупных бутылок не принято заполнять мелкую посуду. Чтобы не запутаться, бюретки подписаны. Наливаем больше, чем надо, так как затем нам надо заполнить носик снизу бюретки. После этого выставляем мениск на ноль. Да, камера находится под углом, так как штатив не такой высокий, а бюретка стоит высоко. Поэтому вам придется поверить нам на слово. Точно так же заполняем левую бюретку ацетоном, не забывая заполнить носик и затем выставить ноль. Готовить мы будем 11 растворов вот в таких баночках. Для этого в первую баночку нальем 1,2 мл ацетона. Затем в нее же 20-30 мл хлороформа. Баночку закрываем и смесь перемешиваем. Данным типом бюретки удобно отмерять объемы, так как она оснащена специальной синей полоской на задней стенке. На границе раздела жидкой и газовой фаз за счет преломления света мы видим, где находится мениск. Эта синяя полоска на белом фоне называется полоской шелбаха. Таким образом мы готовим 11 растворов ацетона с хлороформом. С их разным соотношением. Естественно, не забываем записывать отмеренные объемы. После каждого приготовленного раствора заново заполняем бюретки. Кстати, кран бюретки сделан из тефлона, так как резиновый наконечник со стеклянным шариком разбух бы от органики, а стеклянный кран надо смазывать. Но ни одна смазка долго не выдержит и ее просто смоет. Итого мы приготовили 11 смесей ацетона с хлороформом. Объемы каждого компонента в каждой баночке занесем в таблицу, которую вы видите на экране. Теперь нам потребуется установка, стоящая слева на столе. Это рефрактометр АББ. Он определяет показатель преломления. К нему подключен термостат, водяной нагреватель. Вот эта коробка слева это нагреватель. При помощи датчика установки температуры можно регулировать температуру воды, которая по шлангам подается в рефрактометр для термостатирования призм. Видно, что обогрев идет обеих призм. Показатель преломления зависит от температуры, поэтому необходимо поддерживать температуру постоянной. Отсюда и термостат. Все измерения в дальнейшем мы будем проводить при температуре 30 градусов Цельсия. В первую очередь возьмем стакан с чистым хлороформом. При помощи стеклянной пипетки пастера отберем немного хлороформа и капнем на нижнюю призму рефрактометра. Затем закрываем верхнюю призму и при помощи специального замка прижимаем ее. Между ними остается небольшой зазор толщиной в 0,1 миллиметра, где сейчас находится образец хлороформа. После этого смотрим в окуляр рефрактометра. В окуляр мы видим вверху кружок с перекрестьем, а внизу шкалу. Подробно на устройстве рефрактометра мы останавливаться не будем. Это тема для отдельного большого видео. Тем более это не химия. А сейчас просто научимся им пользоваться. Если поворачивать вот эту нижнюю рукоять, то в кружочке будет двигаться граница света и тьмы. Вот где скрывается дьявол. Естественно, нам нужно установить баланс, поэтому выставим границу раздела ровно в перекрестье. При этом, двигая границу света, двигается нижняя шкала. Бывает так, что граница света и тьмы размыта. Она может быть вот такой красненькой или вот такой синенькой. Ну здесь без шутки про равновесие силы, ну никак не обойтись. Предрекали, что ты восстановишь равновесие силы, а не вербнешь ее во враг. Чтобы граница света и тьмы была четкой, надо покрутить вот эту верхнюю рукоять. После того, как все настроили, смотрим на шкалу. На ней и под ней есть какие-то цифры. Верхняя шкала это процентное содержание сахара, то есть этот прибор может применяться для сахарометрии. Думаю, не надо объяснять, что верхние значения нам сейчас не нужны. Мы же не содержание сахара определяем. А вот нижняя шкала показывает абсолютный показатель преломления. Это значение мы и запишем. Показатель преломления чистого хлороформа мы определили. Теперь то же самое надо сделать с теми 11 смесями, что мы до этого приготовили. Между измерениями, когда мы поднимаем верхнюю призму, прошлый образец моментально испаряется, так как и хлороформ, и ацетон легколетучие жидкости. Поэтому в данном случае можно сразу наносить следующий образец. Но если прям хочется все правильно делать, то можно протереть призму салфеткой. Особенно если вы определяете содержание сахара в водных растворах. После того, как промерили все растворы, определим показатель преломления у чистого ацетона. Зачем мы это сейчас все сделали, спросите вы меня. Конечно же мы это делали неспроста. Итак, зная содержание ацетона и хлороформа в каждой смеси, мы легко можем посчитать мольную долю ацетона в каждой баночке. Также мы измерили показатели преломления чистых хлороформа и ацетона, а также всех смесей. Таким образом мы можем построить график зависимости показателя преломления от концентрации ацетона. Мы получили градуировочный график. То есть мы можем взять произвольную смесь хлороформа с ацетоном, измерить у нее показатель преломления и по этому графику установить содержание ацетона и хлороформа в нем. И все, что мы делали до настоящего момента, это всего лишь подготовительная работа. Перегонкой мы займемся только сейчас. Для этого нам потребуется вот такая установка. Она состоит из холодильника Димрота, который вставлен в насадку Дина Старка, которая присоединена к обычной двугорлой колбе. Сама колба закреплена лапкой в специальной плитке, колба нагревателя. Ее также надо подготовить к работе. Во-первых, надо взять кипелки. Это вот такие керамические камешки. У них очень развитая поверхность. Они нужны для равномерного кипения жидкости. Никогда, запомните, вот никогда не кидайте кипелки в уже кипящую жидкость. Плюнет так, что мало не покажется. Поэтому бросаем кипелки в холодную пустую колбу, в которой будем кипятить приготовленные смеси. Затем выкручиваем чехол для термопары из насадки Дина Старка и заливаем в него немного спирта. Его надо совсем немного. Он необходим для более эффективной теплопередачи. Не, конечно, в данном случае можно было взять и обычную воду. Но куда физической химии без спирта? Далее помещаем термопару в чехол и закручиваем обратно в нашу установку. Слева от установки стоит вот такой большой термометр. Он показывает температуру и в градусах Цельсия и в Кельвинах. И вот теперь, когда все готово, мы начинаем наши опыты. Берем первую смесь. С помощью мерного цилиндра отбираем примерно 20 мл, а затем заливаем ее в колбу и закрываем пробкой. Обратите внимание, что атмосфера в системе не изолирована от внешней атмосферы, так как верхняя часть холодильника не закрыта. Включаем максимальный нагрев плитки. Дальше наблюдаем и ждем, когда смесь в колбе закипит. Как только это происходит, уменьшим мощность нагрева. И обязательно запишем температуру, при которой закипела первая смесь. Чтобы определить температуру кипения, следят за тем, как она меняется при нагреве жидкости. Когда температура перестает расти и принимает постоянное значение, это и есть температура кипения. Пары жидкости проходят через насадку Дина Старка, попадают в холодильник Димрота, где они конденсируются и стекают вниз вот в этот сборник с краном. В принципе, вот так выглядит типичная работа химико-органика. Что-то греем, что-то кипятим, что-то конденсируем, при этом все это еще сильно воняет. Обратите внимание, что состав исходной кипящей смеси в колбе отличается от состава конденсатора. Чтобы доказать это, сольем конденсат в стаканчик и с помощью рефрактометра определим коэффициент преломления конденсата. Видно, что значение отличается от значения, которое мы определили для первой смеси. И вот теперь наступает время градуировочного графика, который мы построили ранее. Только для удобства мы в градуировочном графике поменяем оси X и Y местами. Главное, не путайте, что от чего зависит. Состав не может зависеть от показателя преломления, а показатель преломления может зависеть от состава. Находим измеренное значение показателя преломления на оси X. Проводим вертикальную линию до пересечения с кривой, а из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось Y. Вот такой состав имеет конденсат. Первое кипячение мы завершили. Пора мыть посуду. Но так как нам разбирать установку лень, то откроем колбу и с помощью пипетки отберем весь раствор из нее. А затем сливаем в специальную банку со сливами. Из насадки DinoStark мы также сливаем остатки конденсата. Далее вставляем в колбу специальную пробку со шлангом, по которому с помощью компрессора начинаем подавать воздух, чтобы продуть всю установку. Их хлорофором и ацетон легколетучие жидкости, поэтому буквально за одну минуту можно просушить всю установку. Причем подачу воздуха надо настроить так, чтобы кипелки и сколбы не раскидало по всей системе. Для этого у компрессора есть предохранительный клапан, с помощью которого можно регулировать напор воздуха. Переборщите и будет спортлото из кипелок. При продувке главное не забыть продуть кран у насадки DinoStark. Для этого при открытом кране аккуратно прикроем ладонью вверх холодильника. Воздух теперь выходит через кран и окончательно сушит нашу систему. После того, как прокипятили все 11 смесей, определили показатели преломления для всех полученных конденсатов, необходимо определить температуру кипения у чистых хлороформа и ацетона. Для этого также отбираем примерно 20 мл ацетона, заливаем в колбу и начинаем кипятить. Когда температура на термометре устаканится, она и будет равна температуре кипения ацетона. То же самое делаем с чистым хлороформом. И к вам сходу вопрос, почему в этих последних двух случаях мы не будем определять показатель преломления у полученных конденсатов? По традиции свои ответы пишите в комментариях. Вдогонку еще один вопрос, зачем вообще нам определять температуру кипения чистого хлороформа и ацетона, вместо того, чтобы, допустим, поставить справочники? И почему наши значения отличаются от справочных? Все, эксперименты закончены, теперь надо разбираться, что же мы получили и что со всем этим делать. Сначала давайте посмотрим, какие данные у нас вообще есть. Мы знаем объемы ацетона и хлороформа, которые мы намешали в баночке. Соответственно, легко можем определить мольную долю ацетона в каждой смеси. К тому же мы определили температуры кипения у каждой смеси, а также чистых ацетона и хлороформа. Мы определили показатели преломления исходных растворов и полученных после кипячения конденсатов. Используя градуировочный график, который мы построили ранее, мы можем легко определить состав конденсата. В этот раз, как продвинутые пользователи Excel, ну или какой-либо другой программы для вычислений, получим уравнение линии тренда нашего градуировочного графика. Полученная зависимость хорошо описывается уравнением второго порядка и по нему можно быстро определять содержание ацетона в смеси по известной величине показателя преломления. Итак, теперь мы знаем мольную долю ацетона в конденсате. Хочу отметить, что состав конденсата соответствует составу пара, который находился над исходным раствором при кипении. На основании полученных результатов построим диаграмму кипения бинарной смеси хлороформ ацетон. По оси Х отложим мольную долю ацетона, а по оси У температуру в кельвинах. Сначала отметим точки, соответствующие температурам кипения исходных смесей. Эта кривая называется линией жидкости. Далее построим линию пара. Для этого берем значение мольной доли ацетона в конденсате и температуры кипения исходных смесей. Эта кривая лежит выше кривой жидкости. Причем обратите внимание, что эти кривые где-то вот здесь пересекаются. Это азиатропная точка. В этой точке состав пара и состав жидкости идентичны. То есть при кипячении смеси, состав которой соответствует азиатропному составу, получится пар, состав которой точно такой же как у жидкой смеси. Именно из-за того, что в системе этиловый спирт вода имеется азиатроп, вам никогда не удастся получить стопроцентный спирт путем перегонки. У этой смеси азиатроп наблюдается при содержании спирта 95,57 процента. Знакомая цифра ничего не напоминает? А еще иногда вот так вот округляет до 96 процентного спирта. Вообще существуют вот такие вот справочники, где указаны все возможные азиатропы. Вот так вот открываем и вот даже закладочка есть и тут указан наш этиловый спирт. В таких справочниках указываются компоненты таких смесей. Их химические формулы, массовая доля одного из компонентов, при которой наблюдается азиатроп, а также его температура кипения. Из нашего графика сложно определить точный состав азиатропной смеси, поэтому давайте построим другой, чтобы это сделать. Мы знаем мольную долю ацетона в смесях, которые мы приготовили, а также мольную долю ацетона в конденсате, который мы получили при кипячении. Так построим график зависимости состава пара от состава исходной смеси и отложим точки. Видно, что они образуют некую кривую линию. Также построим диагональ на этом графике. Пересечение этой кривой с диагональю указывает нам на состав азиатропной смеси. В реальных растворах азиатропная смесь имеет самую высокую или наоборот самую низкую температуру кипения. Вот наконец теперь мы можем приступать к перегонке. Ха-ха перегонки, сейчас, размечтались.